Имя израильского писателя Майкла Омера в мире узнали в 2018 году, когда он обошел Джоан Роулинг, автора романов об Алексе Кроссе Джеймса Паттерсона и самого Стивена Кинга в рейтинге Амазон и стал самым продаваемым писателем Америки. А в 2020 году, принесший Омеру славу психологический триллер о профайлере ФБР «Внутри убийцы», возглавил топ книжных продаж в России. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня расскажу о том, как программист Майкл Омер рассчитал код бестселлера. Успехом цикла про Зои Бентли автор обязан череде разочарований и неудач. Начитавшись «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса и книги про плоский мир Терри Пратчета, он решил написать что-то похожее. После двух неловких сочинений в жанре романтического фэнтези, которые были разосланы по израильским издательствам, из одного пришел ответ – и книга вскоре вышла. Это было потрясающее чувство, хотя роман с треском провалился, смеется Майкл и признается, что тогда, в его 16 лет, никаких ожиданий по поводу продаж у него не было. «Удивительно было только то, что мои книги стоят в магазинах». Становиться профессиональным литератором прагматичный парень не собирался. «В Израиле писатели много не зарабатывают», – говорит он. «Аудитория, которая пишет и читает на иврите, крайне маленькая. Если книга продалась тиражом в 5000 экземпляров, то это уже бестселлер. Но это же практически ничего. Так что у меня никогда не было мечты жить литературным трудом». Отслужив в израильской армии, Майкл поступил в университет, чтобы стать программистом. Однако ожидаемой радости нули и единички ему не принесли. «Я 12 лет работал по специальности и вдруг понял, что очень люблю программировать, но ненавижу работать программистом. Большая часть повседневной деятельности – это просто отладка и поддержка, созданных программ. Меня это так раздражало, что даже жена заметила, как я гибну изнутри. Она так мне и сказала». Омер попробовал сменить сферу деятельности и запустил сатиристический новостной сайт. «Между прочим, очень неплохо вышло», – говорит он. «Мне стало лучше, потому что я снова писал». Но сайт денег не приносил, поэтому Майк решил заняться разработкой компьютерной игры. Вместе с двумя друзьями мы придумали онлайн-квест, который, на мой взгляд, был великолепным. Тогда я впервые попытался писать по-английски и понял, что это у меня получается неплохо. Коммерческая игра не взлетела, однако можно считать, что Омер таким образом написал первую строку своего кода бестселлера. На английском, а не на иврите. После игры он решил перевести на английский собственную подростковую повесть, чтобы издать ее за границей. Тогда Омер узнал о системе современного электронного самоздата, и эта концепция показалась ему очень привлекательной. Меня, как автора, очень раздражало отсутствие контроля над тем, что происходит после того, как издатели получают рукопись. К тому моменту я уже опубликовал три книги, не имея прав даже обсуждать обложку. Издатели говорили, что знают лучше, а продажи все равно были низкими. Система самоздата Amazon оказалась второй строкой Омеровского кода бестселлера, которая дала ему первую возможность реально заработать писательским трудом. Я решил, что буду сам себе издатель и сумею сделать все правильно. Так я опубликовал роман «Бессонница», который, однако, тоже провалился, как и его продолжение. После этого я стал анализировать рынок и понял, что писал на стыке сай-фая и полицейских детективов, а это не очень актуальный жанр. Поэтому решил работать с жанром, который привлекает большую аудиторию. С чистым детективом. Я все подсчитал, придя к выводу, что смогу прожить без зарплаты 10 месяцев, а потом мне придется голодать. В итоге я написал «Гленмар Парк». Через пять месяцев издательство предложило ему опубликовать первую книгу о Зое Бентли. На гонорар Омер с женой купили курятник. Впервые героиня по имени Зои появилась в романе «Паутина» как второстепенный персонаж, и могла она всегда остаться там. Я не хотел, чтобы Бентли фигурировала в других моих книгах, но офицер полиции, с которым я консультировался, порекомендовал мне включить в сюжет профайлер ФБР. Я ничего тогда не знал ни о таких экспертах, ни о ФБР, поэтому не был от этой идеи в восторге, но согласился. Первоначальный план писателя был в том, чтобы создать невыносимого персонажа, который будет вести себя так, будто все на свете знает, и на полицейских смотрит свысока только потому, что работает ФБР. Когда Майк писал первую сцену Зои, он сделал акцент на ее взгляде, который заставляет окружающих чувствовать себя неуютно. Она смотрит на людей так, будто видит их насквозь и читает их мысли. Я начал думать, почему у нее такой проницательный взгляд, рассказывает Омер. Когда он задумал новую серию книг о маньяках, то решил сделать героиней профайлера, чья работа посвящена серийным убийцам. «Мне был нужен центральный конфликт, и я придумал ключевой поворот, когда мы с женой были в поездке по случаю годовщины свадьбы», вспоминает Майк. «Пусть в биографии Зои будет соседство с серийным убийцей. Скажем, они снимали комнаты в одной квартире, когда ей было лет двадцать». Жена возразила. «Почему так поздно? Почему бы сразу не начать и с детства, чтобы сделать ее знакомство с убийцей ярче и мощнее? Мне это предложение очень понравилось, и я начал конкретнее прописывать характер персонажа с травмой и постоянной внутренней борьбой рационального и интуитивного». Омера забавляет, что люди думают, будто он действительно живет этой кровавой ерундой. Книга о Зои произвела сильнейшее впечатление на его мать. Она долго не решалась заговорить со мной об этом. Я думал, ее возмутили шокирующие сцены, а на самом деле ее волновало, откуда я вообще узнал про такие кошмарные вещи. Мой мальчик такого точно не мог насмотреться дома, мы с отцом его этому не учили. Мама Майка – психолог, и она стала анализировать, откуда взялась темная сторона, возникшая в его романах. Она задавалась вопросами, всегда ли это было частью моей личности, о которой она никогда не догадывалась. Допустила ли она ошибки в воспитании? Я убедил ее, что это просто мой способ зарабатывать на жизнь, а не ад, в котором я живу. Если продолжать говорить о различиях между автором и его произведениями, надо отметить, что в цикле о Бентеле Омеру приходится писать от лица женщины, что не так-то просто, особенно когда речь идет о повседневных мелочах. Тут главным консультантом выступает жена. «Я обычно даю ей полуготовые черновики», – рассказывает писатель. «Она их читает, пока я работаю. Обязательно говорит, если я что-то упустил в наряде Зои». Поясняет, как женщина повела бы себя или о чем подумала бы в той или иной ситуации. Сейчас Омер не уверен, будет ли писать еще одну полноценную историю о профайлере из ФБР, хотя подозревает, что где-то в его книжках Зои еще появится. «Изначально планировалось шесть книг о Бентеле, однако я устал от нее после первых трех». Экранизировать «Внутри убийцы» и ее два сиквела хотели многие. Омер говорит, что велись переговоры с несколькими вероятными покупателями прав на романы, но американские студии так медленно раскачиваются. Тогда Майк начал выходить на связь с продакшн-студиями в разных странах, а параллельно ему на глаза попалось два русских сериала, «Эпидемия» и «Лучше, чем люди». Два проекта с одним и тем же актером в главной роли делятся впечатлениями писатель. И оба очень хорошие. Мы с женой были под сильным впечатлением, потому что эти шоу отличаются от того, что мы привыкли видеть в американских сериалах. В них гораздо больше темных моментов. Повествование необычное, мир не черно-белый, персонажи сложные. В них так много всяких шероховатостей. В какой-то момент мы поняли, что болеем за этих людей, как за своих. Так Майк Омер заинтересовался российским производством. Дополнительным фактором, повлиявшим на сделку, стало то, что его книги особенно хорошо продавались в России. И главное, говорит он, российские продюсеры оказались очень расторопными. В этом году уже запустили в производство российскую экранизацию внутри убийцы, точнее локализацию. В ней главная героиня, криминальный психолог Зои Бентли, буквально переезжает в Россию. Она составляет портреты преступников и может прогнозировать их действия, почти как Лариса Старлинг из «Молчание и гнят». Всего по нескольким деталям, связанным с внешностью или манерой поведения, Зои способна точно представить преступника и восстановить ход его действий. В первом романе серии Зои Бентли вместе с агентом ГРМ СФБР расследуют убийство молодых женщин, которых маньяк с помощью бальзамирования превращает в статуи, которые выглядят как живые. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз.